Друзья, всем привет! Мы на той самой Никольской улице. Идем, встречаемся с одним человеком, которого вы все прекрасно знаете. С одним из главных болельщиков на постсоветском пространстве, самым известным, Алексей Молодой. Лех, привет! Привет, здорово! Я болею за футбольный клубенспос. Так сложилось, что в свое время я переехал на учебу в Ригу. Я задался целью посетить все стадионы. Тут полиции много довольно-таки. В Бразилии было полиции еще больше и были военные. Я там прошел три кордона. Вот на последних кордонах я уже попасть не смог. Тоже Германия. В 2006-м было намного ярче. Были достаточно крупные беспорядки после матча в самом городе. Тут же интересные фанаты Исландии, которые тоже всех удивили. Ну, те же поляки. Не секрет, что для многих из них очень сложно выехать вообще из страны. Вот и посмотрим, что за эти две недели произойдет. Короче, мы пока идем к нашему гостю в сегодняшней передаче. Заметили такую тему. На Никольской улице все разбиты по обману. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Если бы это делали русские, всех бы называли хулиганами. И вонючками. А когда это делают приезжие на чемпионат мира, почему-то все считают это чем-то крупным. Ну что, мы не могли обойти страной такое событие, как чемпионат мира. И сегодня встретились с одним из главных болельщиков на постсоветском пространстве, самым известным. Алексей Молодой. Лех, привет. Привет, здорово. Ник Лесфром Рига. Кто помнит живой журнал, лет 10, наверное, 8 назад активно писал. Очень многое рассказывал. И сегодня мы пообщаемся с Алексеем на тему чемпионата мира. И что там может произойти интересного не только в футбольной части. Вообще, людям, наше поколение, наверное, не все знают о тебе. Почему Рига? Как ты там оказался? Или ты там родился? Я сам, если честно говоря, не знаю. И как часто ты бываешь в Москве? Ну, вообще, не только Рига, но и Венсплос. Потому что я болею за футбольный клуб Венсплос уже более 20 лет. И так сложилось, что в свое время я переехал на учебу, на учебу в Ригу и остался там жить. Появилась семья, дети, работа. И как бы, ну, по сей день я живу в столице Латвии. Но при этом болею за свой футбольный клуб Венсплос. Гоняю на выезда, на домашние матчи. Да, то есть, ну, так это все сложилось. Вот, то есть, получается, ну, как бы, живу между двумя городами, можно так сказать. А в Москве бываю, ну, бываю периодически. Наверное, раньше был на разных футболах почаще. Сейчас все-таки получается, ну, не так много времени уделять поездкам на большие матчи в России, в том числе в Москве. Ну, раз, два, три года бываю. Сегодня как-то Москва тебя удивила. Уже готова она к чемпионату мира, на твой взгляд? Немножко, немножко удивила Москва со знаком минус. В том плане, что пришел сегодня на Красную площадь, хотел оказаться в очередной раз там. И оказалось, что сегодня вечером проходит как-то грандиозный концерт классической музыки. Вся Красная площадь, Манежная площадь перекрыта. Ну, как бы, немножко неудобно. Завтра начинается чемпионат мира. Я думаю, что очень много гостей в столице. И люди же, многие хотят попасть на Красную площадь. Все-таки это, как бы, такой основной магнит Москвы. Очень четко можно выделить ту зону, где собрались фанаты различных сборных и, как бы, остальную Москву. Да, я надеюсь, что завтра ситуация изменится, что подтянутся еще люди. Может быть, горожане выйдут на улицы, да, все-таки завтра матч-открытие. Будет какой-то, играет сборная России. Я думаю, что будет какое-то оживление не только вот в каких-то таких очагах маленьких в центре Москвы, но и по всему городу. Ну, расскажи о своих планах на чемпионат мира. Я так понимаю, завтра идешь на футбол? Да, да, завтра иду на футбол, очень-очень рад. В принципе, это не первый мой чемпионат мира и чемпионат Европы, как бы, но я никогда не был еще на матче-открытие, да, вот, ну, таком-то грандиозном событии. Я задался целью посетить все стадионы чемпионата мира, да, все города и все стадионы. Не только города, но и стадионы, допустим. В Москве два стадиона, да. Да, то есть план у меня такой, за две с половиной недели объехать Россию, как бы, и увидеть стадионы, увидеть города, повстречаться с людьми, с которыми многими я знаком, скажем, через тот же интернет, там, на протяжении 15-17 лет. Мне интересно посмотреть со стадиона новые, да, мне интересно посмотреть города, как люди живут за пределами Москвы и Питера, да, что происходит, как говорится, за МКАДом, да, ну, как там люди живут. Мне кажется, нужно еще посмотреть, как люди живут за пределами той точки, которая будет именно на чемпионат мира направлена. То есть отъехать куда-нибудь на окраину города и увидеть реальную картину, а не ту, которую захотят ее принести тебе. Да-да, я сейчас списывался со многими ребятами в преддверии своей поездки, и, ну, очень много предложений о помощи поступило из Екатеринбурга, и об этом в соцсетях тоже писал. На удивление, как бы, очень много людей, и из Екатеринбурга именно отозвалось, и предложили свою помощь, там, вписку, экскурсию, там, времяпровождение и так далее. Ну, то есть я был очень приятно удивлен, и, ну, как бы уже, когда начали конкретно разговаривать с ребятами, парни спросили, так, Лёш, что ты хочешь видеть? Там центр, там, стадион, то есть я говорю, нет, давайте-ка меня на Уралмаш, туда поближе к заводу, индустриальная зона, районы спальные и так далее. Посмотреть именно то, что, ну, не только центр, но и посмотреть вот другой, другой, там, Екатеринбург, другую Россию, да. То же самое во всех остальных городах, сколько время позволит, кроме стадиона и центра, сколько получится увидеть и посмотреть, ну, окружающую территорию. Расскажи тогда, наверное, о самых своих ярких предыдущих поездках. В первую очередь интересует Бразилия. Все говорили, что там реально было ужасное время чемпионата мира. Ну, не было так ужасного, на самом деле, ну, то есть тут полиции много довольно-таки, в Бразилии было полиции еще больше и были военные. Да, военные в Рио-де-Жанейро были, в других городах, на въезде в город, в центре города. Здесь пока военных я не видел, не знаю, будут ли. Но завтра появятся. Может быть, появятся, да. Ну, порядок, это главное. Я очень, кстати, надеюсь, что чемпионат мира здесь, в России, пройдет спокойно, без каких-то таких серьезных эксцессов. Касаемо, да, касаемо Бразилии, ну, для меня просто отдельно стоит матч Аргентина-Босния, да, на Маракане, куда мне удалось списаться. С билетами я очень хотел попасть на этот матч. Вот. Не было турникетов? Ну, то есть турникеты были там. Дело в том, что, ну, просто сумасшедшие билеты, да. Я до этого пытался попасть на матч открытия Бразилия в Сан-Паулу. Это был матч Бразилия. Бразилия с Хорватией играла, да, причем я там прошел три кордона, вот на последних кордонах я уже попасть не смог. Но я знаю людей, у меня на глазах были люди, которые попадали. Это матч открытия был ровно четыре года назад. Хорваты очень красиво вписывались, да, и там ребята еще из России, я знаю, парочку, вписались. Вот. На тот матч мне не удалось списаться, а на матч Аргентина с Боснией получилось попасть на стадион. Ну, конечно, и вот в тот момент, когда я очутился уже на самой трибуне, и, конечно, подавляющее большинство стадиона было в аргентинских цветах, ну, просто до мурашек. Мы понимали, что во время чемпионата мира, может быть, там, не стоит опасаться, ну, как бы, действительно на входах в фавелы просто было много полиции, была армия, да, не то, что где-то там в глуби, да, где-то там наверху фавел. Ну, мы шли, мы понимали, что если мы сейчас не зайдем, то, может быть, в обыденное время, да, когда чемпионата мира не будет, мы уже туда так просто не попадем, куда мы попали в итоге, да. А получилось-то что? Получилось, что обули меня не в Бразилии, а в Аргентии, да, когда я из Бразилии поехал в Буэнос-Айрес, чтобы, там, посмотреть Буэнос-Айрес, заглянуть на стадион Бока Фуниорс Риверт Плейта, на районе Боки, я остался без фотоаппарата, да, без своей зеркалки. Первый чемпионат Европы или мира? Первый чемпионат Европы, это был 2004 год в Португалии, я думаю, что мне запомнилась поездка из Риги до Лиссабона на автобусе. Это главное впечатление. У нас сломался кондиционер, самое главное в этом автобусе. По времени мы там трое суток, наверное, ехали, добирались, но... Могли быстрее, да, наверное? Вот это запомнилось, да, и, ну, в принципе, вот в Португалии такого ажиотажа вокруг матчей, наверное, не было, да, то есть не было такого, я бы не сказал, что там был какой-то прям, там, мега-праздник футбола. Потом, ну, то есть, мне есть чем сравнивать, скажу, что, например, в той же Германии в 2006-м было намного ярче. В 2006-м, кстати, я посетил все города чемпионата мира, но не получилось попасть там на все стадионы. А мир Европы, есть разница по проведению? Ты говоришь, просто из твоих слов я слышу, что чемпионат мира ярче, чем чемпионат Европы. Но по чемпионату мира ярче, Европа, ну... Более консервативная, наверное. Консервативная, некому, может быть, удивить, ну, в том плане, что вот мы сейчас находимся здесь недалеко от Никольской улицы, да, где видели большое количество там... Ну, южноамериканцев. Да, латиноамериканских фанатов, то есть на чемпионате Европы их нет, да. На мире они есть, на мире есть там азиаты, на мире есть австралийцы, на мире есть африканцы. Они приносят свой колорит, они другие, особенно латиносы другие, они яркие, они эмоциональные. Да, и где они, там праздник, да, поэтому, ну, скажем, Германия очень запомнилась. Тогда еще и Бритиша там довольно серьезно выступили в 2006-м. Я был как раз в Кёльне на их матче, там были достаточно крупные беспорядки после матча в самом городе. Вот, тогда Бритиша как-то были поживее. Вот, и с 2006-го мне очень запомнился матч, это хозяева Германия против Польши в Дортленде. На знаменитом стадионе, значит, в городе 20 тысяч поляков без билетов, немцев куча без билетов, и нам удалось под стадионом, в принципе, со свистком вырубить билет и попасть на этот матч. Да, это такое очень-очень яркое впечатление, потому что я знаю, что огромное количество людей осталось без билетов, а мы на этом матче как бы были. Ты сам подвел к теме билетов, вот по твоему опыту, какой-то бешеный ажиотаж сейчас в России. Как думаешь, можно ли будет действительно в день матча попасть, получить заветный квиток? Я думаю, что попасть можно будет даже на финал, вопрос только в деньгах, в том, сколько ты готов заплатить за этот заветный квиток, за заветный билет. Думаю, что будут матчи с большим ажиотажем, с большим аншлагом. Например, игра, которая пройдет в Москве на стадионе Спартака, Исландия против Аргентины, это мега ожидаемый матч, все знают, что... Ради Сербии тоже там. Ну, именно на Аргентину и Исландию, по статистике ФИФА, самый большой запрос по билетам был, самый огромный запрос. То есть, получается, что здесь футбольная сторона, сборная Аргентина, Месси, тут же интересная сборная футболь на плане Исландия, которая удивила на прошлом чемпионате Европы. Тут же интересные фанаты Исландии, которые тоже всех удивили, и аргентинские фанаты, от которых тоже все ждут праздника. Такая составляющая, и матч в Москве. Как интересно они тут звучат. Мифологическая какая-то история. Кемпионат в Австрии и Швейцарии, 2008 год. Это матч черт-финал, матч Россия-Голландия, на котором мне посчастливилось побывать. Что-то около 18 июня. Да, это был очень крутой матч по результату, по атмосфере, потому что именно фанатов сборной России было очень мало. Именно активной части все разъехали. У нас там осталось человек 50, наверное. Это была лучшая поддержка сборной России, на которой я когда-либо побывал. Ну, то есть, самоотдача, Шизам, на протяжении 90 минут, после матча, просто из нас можно было, наверное, выжимать. Нас были настолько... Ну, это разцветов в оба, разцветов в оба, я так понимаю. Я скажу, что очень многих ребят из вобок того момента уже не было, они на автобусе уехали обратно. Да, остались именно такие вкрапления, там, ну, как бы, очень сильно помог Питер, естественно. Они такие на матчах сборной тоже всегда активные, там, начало от 15-20 их, а остальные вот так вот вкрапления, каждый тварь по паре. Технические ошибки, они ведь от чего? Аршавин! До свидания, Голландия! Мы в полуфинале! Понятно вам, уважаемые? Ребята, сердце болит, не и богу. Так бывает только в сказке. Андрей! Ну, где ж ты раньше был, Андрей? И между ног забить? Ну, пусть и срикошетить. Не важно. Да, красиво. В 2010-м, к сожалению, на мир в ЮАР не получилось поехать. Практически у меня билеты были в кармане, и я готов был лететь. Но очень такая была острая ситуация на работе, и мне конкретно шеф сказал, что либо работа, либо футбол. При том, что ко мне очень хорошо относится руководство в плане поездок моих, очень лояльно. То есть там люди тоже болеют за футбол, и все это понимают. И если они вдруг увидят это видео, я говорю большое вам спасибо за это. Но именно в тот момент, в 2010-м году, была такая острая ситуация, где нужно было решать или оставаться и заканчивать определенные проекты, или лететь на футбол и заканчивать работу. Я все-таки так как-то прагматично к этому подошел и решил, что лучше я пропущу этот чемпионат, но съезжу потом еще на несколько других, благодаря своей работе. Сейчас там же работаешь, да? Да, да, я-то работаю там же. И все сложилось, в принципе. Потому что если бы я тогда уехал на футбол, я думаю, что я уже бы работал не там, и скорее всего потом бы не было той же Бразилии. Да, там может быть еще каких-то. Ну, Польша, Украина, там близких. Скорее всего была бы, да? Да, да. Но Бразилии, например, вот такой России, которая довольно-таки серьезный, трип, трип. Рассия, наверное, самая сложная по тебе... По логистике, по логистике самая сложная, самая... В принципе, я думаю, что километраж будет больше, чем Бразилия. В Бразилии тоже приличный километраж был, но там еще был Уругуай и Аргентина. Там я зацепился еще заездом в Буэнос-Айрес и в Монтевидео, поэтому там километраж тоже был приличный, но в России будет больше. Ну, а дальше была Украина. Украина, Украина и Польша, 2012 год. Все все прекрасно помнят. Можно в интернете найти, если не помнят. Да, матч Россия-Польша. Я думаю, что события до матча, события после матча. Одни из, наверное, самых-самых-самых ярких воспоминаний. В принципе, тогда удалось тоже объехать всю Украину и всю Польшу. Все стадионы, все города тогда и... Украина тогда была более гостеприимная, чем сейчас? Могу сказать, что да, в принципе, на тот момент я очень хорошо общался с представителями всех крупных движений в Украине. От Львова, да? Да, кстати, от Львова до Донецка. В принципе, со многими виделся, со многими общался. И как-то все достаточно гостеприимно встречали. Может быть, какие-то острые моменты не обсуждались, не затрагивались. И люди при этом, ну, как-то с пониманием, там, я относился к ним, может, по каким-то острым вопросам. А не ко мне. Ну, то есть, в принципе, тогда, да, тот чемпионат очень прошел гостеприимно, хорошо. И удалось посмотреть Украину всю, практически, вдоль и поперек. Ну, и Польшу, да, неоднократно уже там бывал на тот момент. Ну, во время чемпионата еще что-то новое для себя открыл. Слушай, ну, Бразилию обсуждали. По Франции, я думаю, тоже все прекрасно все помнят. Во Франции ты был? Да, я был во Франции. Вот это вот ехидное, да, я был во Франции. Я был во Франции. Я был в Марселе, прогуливался по улицам в Марселе. Очень красивый город, порт. Ну, вот, был на игре. Все хорошо. То есть, мне очень понравилось. Ну, я был на всех матчах сборной России. И получилось, получилось объехать Францию вокруг. То есть, так называемый Tour de France, это кольцо получилось сделать. Tour de France! Russian Huligan! Tour de France! Russian Huligan! Russian Huligan! Russian Huligan! Я, кстати, хочу большое спасибо сказать за это ребятам, опять же, из Екатеринбурга. Тогда мы с ними так плотно и познакомились. Там была ситуация, в которой они мне очень сильно помогли и подобрали меня, можно сказать, грубо говоря, на дороге. Вот. И вместе с ними я объехал всю страну, там, на их микроавтобусе. Я за это им очень благодарен. Надеюсь, что с этими ребятами мы вот послезавтра увидимся уже в Екатеринбурге. Слушай, мы пока немного вскользь идем. И тоже очень интересные темы. Что может быть в России по полуфутбольной составляющей? И будет ли что-то, как ты думаешь? Ну, я думаю, что, во-первых, будут какие-то локальные происшествия, связанные с употреблением, с чрезмерным употреблением алкоголя. Ну, допустим, вот мы опять же, возвращаясь к теме Никольской, да, мы находимся здесь рядом. Ну, представь, сегодня вечером там подвыпившие аргентинцы, рядом подвыпившие, не знаю, там, бразильцы, какие-то перуанцы, там, терки между ними и так далее. То же самое, если где-то пьяные бритиша, кто-то кого-то зацепит и так далее. Ну, такой обычный пьяный барагос, я думаю, что он возможен, да, то есть, ну, скажем, не запланированный, а именно какие-то инциденты такие спонтанные. Думаю, что, конечно, там, полиция будет это быстро гасить, да. Говоря о каких-то глобальных вещах, я очень сильно сомневаюсь, потому что, как мы обсуждали, уже говорили с вами, ну, плохиши, такие ребята крутые, назовем их острые, наверное, сюда не попали и не попадут, да, на этот чемпионат. Ну, те же поляки, я думаю, что для, не секрет, что для многих из них очень сложно выехать вообще из страны, да. Да, не говоря уже там на какой-то чемпионат, просто они не могут выехать из страны, да. И похожая ситуация с проблемными людьми, ну, в каждой, в каждой стране, да. Плюс, в отличие от Европы, где маленькие расстояния между странами, где тебе не нужна виза, где ты просто сел, проехал по хайвею, там, не знаю, да, допустим, 10 часов оказался на другом конце там Европы, да, грубо говоря, через, там, одну сторону, через две страны. А тут ты доказания, да, видишь? Нет, ну, у тебя нет билета на футбол, да, это не проблема. Ты сел, ну, из условной Варшавы, ты сел на, там, ну, на машину, поехал по хайвею, и ты где-нибудь, там, на другой стороне Германии оказался, ну, там, через 10 часов или даже быстрее, да. И то же самое, там, ну, по всей Европе, да, и у тебя нет билета, ну, тебе не нужен билет, ты просто едешь тусить, ты смотришь атмосферу, ты, ну, ты едешь либо тусить, либо хулиганить, да, там, каждому свое, но я это к тому, что, ну, тебе не нужна виза, тебе не нужен билет, тебе не нужен фанайди, тебе, ну, нет никакого геморроя, расстояние маленькое. Здесь большие расстояния между городами, большое расстояние до России, да, чтобы приехать все же, это не ближняя Европа, наличие там либо визы, либо фанайди, билетов и так далее. То есть, ну, уже достаточно много ограничений, чтобы сюда многие не приехали. Ну, а околостадионные составы, наверное, вообще приедут? Я вот, я думаю, что вообще есть одни ребята, которые едут всюду, всегда и везде, много, на всех этих чемпионатах я их видел, это и хорваты. Их не останавливает ни Бразилия, я думаю, их не остановит Россия. Россию уж точно. Да, они, они такие очень приличные патриоты, националисты, да, то есть для них сборная означает очень многое. И понятно, что и БББ, и Торсида Сплит, да, и там остальные, там более мелкие тусовки, они, скорее всего, сюда поедут. Они знают, чего здесь ждать, они прекрасно все понимают. Сюда и сербы поедут? А вот сколько с ними говорилось, слышно, вроде как не так много сербов ожидается. Не знаю, что там в итоге получится, насколько понимаешь, что, ну, вообще там активная часть сербов, она же сборную не особо поддерживает. Да. То есть куда-то там сплавать через Адриатическое море, там, в Геную, да, то есть зажечь, это одно, да, там, поехать в Россию или куда-то на дальний выезд, это другое, да. Ну, и что ждать от русских болельщиков, от активной составляющей русской трибуны? Ну, к сожалению, наверное, ничего хорошего, я не знаю, удалось там тусовка между собой каким-то образом договориться или, может быть, там, ФС, с кем-то договорилась, там, краем уха, я слышал, что с кем-то договорились о том, что будет активная поддержка на матчах сборных, но удастся ли этой инициативной группе как-то вокруг себя сплотить остальных болельщиков, честно говоря, я очень сильно сомневаюсь. И, в принципе, это больная довольно-таки тема, вот, последний такой чемпионат, это вот, именно в Бразилии очень многое показало, чемпионат в Бразилии, это такой был точкой разочарования в поддержке сборной России, именно не в самой, дело-то не в самой сборной, там, или в стране, да, или в футболе, а именно в отношении людей к поддержке, да, то есть когда ты, там, грубо говоря, выжимаешь из себя все силы на трибуне, стараешься, заводишь как-то, пытаешься что-то сделать, а остальные люди просто стоят на сложных, да, на трибуне, смотрят футбол, как бы, им, в принципе, на эту поддержку наплевать, да, то есть, ну, конечно, я это видел и раньше, но вот 4 года назад в Бразилии это, как бы, такое было очень ярко выражено, и после этого я перестал, скажем так, активно ездить на сборную, да, то есть, помню, что никому особо не надо, не знаю, удастся реанимировать в каком-то виде, в новом, не знаю, я думаю, что, наверное, это нужно сделать, но я считаю, что это должно происходить не за деньги, не за какие-то блага, да, когда ты там получаешь халявные билеты, чартеры, автобусы, там, еще что-то, а когда это происходит, от всего сердца, да, но я думаю, что русская фансцена, именно трибунная составляющая сейчас находится в таком немножко кризисе, наверное, я могу ошибаться, конечно, но мне так кажется, что какой-то определенный кризис наметился, стагнация уже не первый год, и если, ну, там, до своей трибуны людям, ну, не всегда есть дело, да, до сборной, как бы, я думаю, что, ну, меняется тоже поколение, меняется отношение, ну, дай бог, чтобы это как-то сдвинулось с мертвой точки, такой слоган мой, не знаю, мой, не мой, неважно, ну, за атмосферный футбол, да, то есть это я всегда за то, чтобы на футболе была жизнь, эмоции, любое проявление эмоций положительное и негативное, и главное, чтобы люди жили, чтобы люди жили футболом, чтобы стадион, трибуны жили футболом, там, в том или ином проявлении, то есть, и очень хорошо сказал игрок нашего, ну, нашего клуба, да, футбольного клуба «Венспласс», он сказал мне, как-то мы с ним общались, он говорит, Леша, делайте, что хотите, на стадионе, на трибуне, главное, чтобы не было тишины. Леха, ну что, спасибо тебе большое за интервью, и расскажи, последний, наверное, у меня к тебе вопрос, это твоя фишка в интернете, кто не знает, подписывайтесь, Алексей Молодой, это в инстаграме, да, ты фоткаешься всегда спиной на всех стадионах, где ты бываешь, как, с чего это началось, и, может быть, в принципе, да, я когда-то раньше фоткался больше, там, знаешь, с большим пальцем, как-то, ну, этот большой палец там появился у многих в разных элементах и так далее, я как-то решил от этого уйти, посыл мой, да, вот я об этом говорил, это эмоциональный, я за эмоциональный, за атмосферный, за атмосферный футбол, то есть вот это фото с видом, там, на стадион, там, или даже на обычное какое-нибудь футбольное поле именно со спины, оно у меня, ну, то есть для меня это вот полная прямая ассоциация с поддержкой, да, что, ну, ты стоишь, у тебя руки вскинуты вверх, да, и ты, как бы, ну, шизишь, ты переживаешь, ты проявляешь какие-то свои эмоции, да, то есть, ну, решил вот в таком именно стиле фотографироваться, да, вот такая вот моя фишка. Лё, спасибо тебе большое, желаем удачи, может быть, в конце чемпионата встретимся, в конце твоей подведем итоги, да, посмотрим, кто был прав, что мы тут наговорили вообще, в ту сторону мы глядели или оказались неправы. Я тоже поеду в Самару поддержать сборную России в матче с Ургваем, там тоже мы небольшой выпуск сделаем, ну, а пока предлагаю пройтись по-непольски, посмотреть, какая движуха там и сделать фотошку. Что-то, что-то дикое забавное, а тема происходит, какой-то непонятный моб русских, ну, что, мы на Никольской, немножко на меня в кадре, сейчас будем делать фотку Лёхе. Бля, чуваки. Парни, если вам понравилось такое интервью Василия с Лёхой, давай остановимся. Можно, можем записать следующее видео. Можем записать еще раз. С другим Василием, может быть, если он даст нам интервью. Да, 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 поэтому... Ставьте лайки. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Дальше, больше, интереснее. И комментируйте, что вы хотите увидеть в следующих выпусках, мы это обязательно покажем. И подписывайтесь, вот, подожди, и подписывайтесь на наш Twitter. Все, парни, давайте. Субтитры сделал DimaTorzok